всем привет меня зовут сергей заказом как всегда снимать моя жена Нина я уже сегодняшний день второй раз говорю но не постараюсь еще рассказать у нас сегодня будет особая тема мы будем делать деревенский квас то есть он отличается чисто сильно отличается от того что я видел тут бутылка продают типа под квас или под квас подсовывают не спорю много видов разных классов есть но самый простой которым покажу это можно спокойно дома сделать на нем вы можете во-первых делать окрошку прохмелиться тоже можете если это слишком тяжело было квасы бывают разные от лечебных до очищающих и так далее то есть много вариантов я сегодня сделаю его довольно таки с небольшой добавкой ягоды вот покажу главный инструмент где это все будет проходить сюда ровно 5 литров лазит так хлеб хочу насчет хлеба объяснить да так как к сожалению мы сейчас не в деревне в городе живем какой тут город так себе тоже большая деревня 3000 человек то есть не больше я нашел хлеб специальный такой вот для класса который годится он сделан на кислом тесте именно деревенский квас делается только вот на хлебе испеченную это на кислом тесте то есть только он вот это вот годится ну и конечно тут корочки не очень я их не стал поджаривать принципе кому нравится можете так прямиком на сковородку да так хлеб кстати заметьте он подсохший чуть-чуть можно еще сильнее даже подсохшим оставить это делается для того чтобы у вас каша в конце не получилось в деревенского хлеба особенно ржаного это кстати тоже ржаной только тут почти ничего не видно что там есть туда когда он хорошо спечется там очень плотная корка ну ладно что у нас еще будет сахар сахаря тут немного взял можно чуть больше скинуть без разницы и немножко дрожжей хотя если хлеб у меня действительно сильно кислый был я поэтому дрожжей бы не кидал бы даже так ягоды у меня там что-то крыжовник смородина еще что-то я кину для начала один стакан сахара который мне кстати здесь холодная вода беру кипяток у меня отдельно стоит я в конце забью у меня бабушка есть его и делала да она его в основном холодная вода шла а потом сверху плитка бухнет и получается этот теплая такая вот потихоньку будет растворяться тут надеваться не туда хотя можно и больше сюда бухнуть сейчас я 4 примерно литра холодной воды залью у нас кстати как ни странно да у нас тут вода очень хорошее качество но он по вкусу сильно напоминает который у нас разниковая не было которая с речки пригласил то есть вкусно очень так 3 можно чуть-чуть хочу заранее сказать так как это у меня широкая горлышко да я могу спокойно почти до самого верха накладывать если вы в 3 литрового банку будет там узкая горлышко у вас это все короче вылезет наружу это вам гарантирует поверьте опыту так чуть чуть красиво выглядит так чуть сахар мне надо дать немножко сейчас постоять вот этого еще ток на палец проверить надо чтоб не сильно горячее было ну как я заранее говорил да в принципе дрожжей не всегда обязательно кидать потому что хлеба хватает ну это если у вас действительно настоящий деревенский этот хлеб есть действительно с деревни привезли его или в самой деревне живете да то это оптимально будет но я бабушка так и сама делал закваску небольшую сейчас надо полежать чуть-чуть чтоб он себя пришел это можно уже убрать именно его в конце заливает теперь можно кинуть ягоды чтоб подтаяли в этот внутрь то есть квас уже завтра будет практически готов такого вообще красота до целых связок вот такой вот я сейчас его туда кину аккуратно его хватит я даже его не чистю потому что я все равно квас процеживать буду чего на смородину кинем да это будет получится у меня красный квас на смородине тоже вкусно я могу сказать сразу что сахар туда можете потом позже подсыпать если будет сильно кислый покажет но лучше не надо ну а теперь этот идет у нас так обязательно надо еще раз размешать как я говорил пойдет в конце так теперь сейчас кипятка сюда щас или ну отлично точек пожалуй хватит сейчас и обязательно вкус попробую может быть даже и маловато будет это сахару слегка сладковатый в принципе пойдет для класса еще вкус смородины будет немного красный я ведь я кидаю вместе стебельком так тут совсем я вижу когда мне рвали а это не мусор это все от ягод идет но я во всяком случае уберу потому что иначе не придется через марлю садить а так я могу только через мелкий дуршлаг все равно в конце концов она чистится так температура тут подходящая тепловатая такой вот идет заливаем с ягодами но сразу скажу для тех кто посмотрит скажут типа грязновато выглядит ну хотите ягоды чистите как вам удобно как вам нравится вот теперь можно хлеб закладывать так я вот стараюсь корочка напихнуть его именно хлеб даст тут самый вкус так как у меня бадья большая я больше закладываю и это первые несколько часов надо будет обязательно посмотреть да чтоб это вернее часа через три-четыре я так посмотрю если тут будет сильно бурлить и будет вылазить я просто хлеб немного уберу и теперь ему скажем так вот через несколько часов мы проверим покажу что там как оно будет идти и потом практически увидимся даже завтра можно сказать у нас это сейчас как раз часов через 6 чем показать и она уже через верх аж лезет это нормально ничего страшно я поэтому и сказал что через четыре столько-то часов смотрим отсюда я одну поварешку вытащу отсюда ну или один стакан можно сказать вот видите он уже короче подходит ну завтра процедить придется это все мелочи все есть не будет так пробуем вкусно но еще и не созрел полностью то есть сладкий еще сильно но увидимся завтра завтра он будет точно где-то ближе к обеду уже готов завтра можно будет его процедить у меня есть такая маленькая канистра туда пересажу как раз будет влезет полностью холодильник то есть это пить холодно этого самого раз до завтра ну так уже этот как говорится 24 часа прошло даже немного больше мы дали время потому что уехать пришлось но это все пока кстати я зовет сюда в трех литровую канистру три с половиной где-то будет и поставлю холодильник дозревать но уже пить в принципе можно сейчас ну чё ж она скажет пахнет квасом вот теперь его процедит надо немножко то есть если ягода не кидать до того ничего цветить не надо перевели готова так сейчас я тут немножко можно дать до конца ему видите как ягоды классно пошли они это кстати тоже здорово помогают красивый цвет если хотите можно еще будет их помять как говорится как следует и обратно закинуть аккуратно надо отсюда немного вылить а потом можно будет спокойно ведь этот хлеб который тут лежит и него как фильтром пользуюсь практически чистый класс выходит но если кто обрезгает там кусочками что попадается просто не кидайте ягоды или раздавите процедите сок и потом позже можете добавить тоже то же самое будет так дальше буду уже быстрее заливать запах класса прям таки напоминает детство нас тут кстати сейчас немного пасмурного а дальше будет проще как я жене говорил дальше наклоняешь и льешь его ну да это же кувшин новый же недавно купили правильно когда мы купили на той неделе и совсем недавно с пакетом вытащили короче этот кувшинчик у немцев используется чисто для таких целей там закваски разные делать а ясно мы немножко не тот с тобой взяли там наш такой еще одну сусиком такой шел его надо было брать но ничего мы его тоже купим если он там остался в них кстати хорошо маринада разных закладывать соленья если будет она копим конечно я думаю там еще остались можно было подумать что прям нас ждут так так и получается то есть квас хоть час пейте говорится хоть час пей если его я холодильник еще поставлю дозревать тон закрыты именно емкости то он нибудь как мне сказать ну как как с газом получится вот сверкнула только что у нас он такая вот погода тучи ну это типично у нас считаете что жара невыносимая стояла сколько у нас стояла жара 3 или 4 дня до в пределах 32 градусов что вчера то есть вчера по сегодня 38 даже было то есть вчера мы когда видео одно снимали это очень жарко было было очень жарко и мы принципе скажем так мозгами тормозили все не только мы от жары но заметили что местном населении вообще дури его так вот сюда аккуратно красивый розовый цвет все много нельзя ну что тут газ еще будет собираться и это кстати специальный для вина сделаны этот у меня это родители да не ездили их не помнишь на какое место короче либо в этот венгрии либо болгарии где-то не там были не теперь у холодильник и вам сразу скажу что пить его можно хоть сейчас но когда он холодильнике постоит он еще немножко дойдет и будет типичным как деревне такой привкус класса то что тут осталось да я сейчас остатки процежу этому еще сегодня приходим а вот сюда сюда можно залить новую порцию то есть чуть-чуть где-то показывала не до 5 литров я просто один стакан этого беру сахара размешиваю вполне хватает то покрепче хочет можете даже три стакана кинуть но у вас вместо суток будет трое суток чтобы подогнать и вместо кваса вы получите либо пиво либо брагу но чтобы пиво получить надо будет сюда еще больших львы закваски кинуть чтоб привкус хотя бы был под пиво а так принципе это был наш канал не но сергеев желаем всего хорошего и само разумеется у нас будет много чего интересного я покажу как делать травяные квасы травяное пиво я когда в казахстане это жил мне часто приходило сделать где для родственников там в малых количествах делал где это самое для своего учителя тоже люблю домашнее такое певцо там гельцо которое делал очень просто у него любил только примерно раз в три месяца выпивал но тогда уж крепко было желаем всего хорошего и до скорых встреч а